В этом году членами Международной Тюркской Академии могут стать Узбекистан и Монголия. Об этом заявил президент института. Напомню, сегодня с момента создания организации, которая объединяет ученых различных тюркоязычных стран, исполнилось 10 лет. Инициатором ее создания был Ельбасы. Каких успехов достигли за это время, расскажет Ирина Панфилова. У тюркологической науки большие перспективы. Об этом неоднократно говорили представители Международной Тюркской Академии. Шесть лет они занимаются исследованиями мирового масштаба. Возрождают культуру, изучают археологию и сплочают академические сообщества. Участие в работе принимают ученые со всего тюркского мира. Наука – это основа всего. Поэтому наука сближает. Тем более у нас общий язык. Ученые тюркского мира, когда приезжают в столицу нашего государства, они разговаривают, выступают на одном языке. Переводчиков там вообще не видно. Все мы понимаем друг друга. С каждым годом становится больше участников организации, что позволяет Казахстану еще крепче укрепить партнерские отношения с рядом государств. Все происходит именно так, как и планировал первый президент республики Нурсултан Назарбаев на девятом саммите глав тюркоязычных стран. Именно тогда Ельбасе озвучил инициативу по созданию академии в самом центре Евразии, столице Казахстана. Наследие, которое осталось нам от наших предков, это бездонный океан богатейших духовных ценностей. Я думаю, что настало время представить эту культурную сокровищницу всему миру. В этой связи я предлагаю создать Тюркскую академию с центром тюркской истории и культуры, центром по исследованию тюркского языка, библиотекой и музеем. Можно открыть такой уникальный институт в Астане либо на территории нашей общей святыни в городе Туркестан. За 10 лет Международная тюркская академия укрепила свои позиции. Сотрудничать с ней хотят многие мировые институты. За эти годы академия провела огромную работу, наладила тесные контакты со многими международными организациями, работала с ЮНЕСКО. Реализованы крупные проекты, выпустили больше 170 научных книг. Сейчас значимость института еще больше возрастает. В этом году членами академии могут стать Узбекистан и Монголия. Акцент в работе ученые академии делают на развитии культурных ценностей. Например, активно продвигали в тюркском мире программу «Рухани Жангарум». А на прошлой неделе провели презентацию трудов Великого Абая, переведенных на турецкий, азербайджанский и узбекский языки. Теперь на очереди реализация проектов, посвященных 1150-летию Альфараби. Ирина Панфилова, Жандос Битабаров и Наурыз Базаров. Хабар, 24.